Человек без определенного места жительства всегда критично воспринимался в нашем обществе. Образ жизни людей без крыши над головой, как и вообще их существование на земле, для основной массы нашего населения является табу. Единицы людей без определенного места жительства находят в себе силы встать на ноги и начать новую жизнь. Примером такой силы является Вячеслав, который не только создал ассоциацию по помощи бездомным, но и основал журнал, в котором описываются нелегкие судьбы уличных жильцов. За 15 лет, за 15 лет, мы работаем вне фирмы бесплатно, предоставили вот этот маленький конференц-зал и кабинет. Плюс предоставили место работы, только благодарен Юрию Петровичу, что вот в такой гостинице. То есть сюда не стыдно пригласить уже. А раньше у меня были спецприемники комнаты, но спецприемник закрыт. Что теперь люди знают, что ходят сюда чаще? Кофе нужно будет посидеть, поговорить. Вот сейчас швейц-журналист здесь, и нам будет люди сюда опять же влечения. По счету, это уже третий выпуск «Альманаха», тираж которого составил 500 экземпляров. Сам «Альманах» можно приобрести за 10 леев, пока только в самой редакции. Редакция журнала находится в конференц-зале одного из столичных отелей. Данное помещение было предоставлено Вячеславу абсолютно безвозмездно на длительный срок. А для печати самого журнала и организации маленькой типографии доброволец продал свою личную недвижимость. Иван Георгиевич Дуба – это член Союза писателей, член правления. Он, когда вышел на пенсию, он свои деньги приобрел в типографию. Размесил у себя ее в частном доме и сделал пробный выпуск проекта «Кишневские бомжи колонии». Он потом меня нашел, мы посоветовались, сообщая, решили этот проект выпускать под гидой ассоциации, как печатный орган ассоциации. Но немножечко дальше, больше, дальше, больше мы решили расширять эту сферу деятельности, потому что превентивные меры нам давно подсказали, что не только с бомжами надо, а с явлением. То есть это могут быть старики, это могут быть инвалиды, это могут быть выходцы с мест лишения свободы. То есть тут охват чисто бомжей – это одно. А охват малоимущих детей улиц, уезжают родители за рубеж, бросают детей на бабушек, на дедушек, вот вам потенциально дети улиц. Дело в том, что я пару раз издавался и как раз таки писал о истории бомжей, скажем так, Молдовы. И заинтересовал Ивата Георгиевича Дуба. Это член Союза писателей, член правления. Он, когда вышел на пенсию, он на свои деньги приобрел типографию, разместил у себя ее в частном доме и сделал пробный выпуск. В будущем Вячеслав хочет включить в него советы юристов и врачей, для того, чтобы бездомные читатели могли руководствоваться советами при восстановлении документов и знали свои права и обязанности. Значит, этот журнал, я сказал, что мы хотим увеличить пираж, немножечко увеличить мощность типографии. И самый основной журнал, в принципе, был рассчитан только на бездомных. Но тематика сама за собой как бусы, как черт, тянет одно за другим. В самой ассоциации состоят врачи и юристы, которые помогают бездомным встать на ноги и восстановить здоровье. Все участники ассоциации оказывают помощь абсолютно бесплатно и готовы длительно сотрудничать с ней. Ежедневно мы видим десятки бездомных, которые питаются отходами и порой погибают прямо на глазах. Около 70% бомжей – это мужчины. Среди них встречаются наркоманы, но в основном все бездомные страдают алкоголизмом.